День независимости Латвии. Пожилые люди, еще их называют сеньорами или людьми свободного времени, отмечают в приподнятом настроении. Это их родина, где они могут говорить на родном языке, любить свою землю и с уважением относиться к живущим рядом представителям других национальностей. У них разные воспоминания о былом. Одни хорошо помнят довоенные годы, когда день рождения страны для всех был праздником. Как я помню, это где-то 1937-1938 год. Мы с родителями приходили вот сюда. Тут не площадь была, просто широкая улица. И смотрели парад. Мне, как маленькому, очень было интересно. Пожарники на лошадях, каски эти все начищены, очень красивые. Вот это мы приходили отмечать праздник сюда. А потом дома собирались, отмечали праздник. Те, кто помоложе, вспоминают времена, когда не то что говорить, даже думать о праздничном дне. 18 ноября было небезопасно. Родители знали, конечно, об этом, но между собой они говорили. С соседями тем более. Что, не дай бог, где-то какой-то пойдет разговор. Это Сибирь. Потому что многих наших соседей вывели тоже только за то, что у них было там два коня. Там 20 гектаров земли, может быть, было. Сами обрабатывали все равно. Стало что-то сказать. Так что... Никаких государственных флагов. Про это... И не думали. Даже понятия не имели, что такое есть флаг государственное. Могли ли они подумать, что спустя десятилетия, когда страна вновь обретет независимость, они будут обречены на нищенское существование. А их дети и внуки начнут покидать отчий дом, не находя применения своим силам и знаниям. Нас все время беспокоит то, что нас стараются оттолкнуть от общества. Не только от новинки, а наше правительство все. Потому что ни индексации пенсии в 2013 году не будет. Мы должны до 2014 года не есть, не пить и не одеваться, ждать индексацию. Нас беспокоит то, что уезжают наши дети, внуки, правнуки. Это 200 тысяч, это очень большое количество. Они теряют свою родину, они теряют свой родной язык, отдают детей другим нациям, женятся там и так далее. Вот эти все вопросы нас очень беспокоят. За их плечами богатый жизненный опыт года неустанного труда по восстановлению страны после Второй мировой войны. А сейчас государственные чиновники упрекают их в том, что современная Латвия вынуждена содержать советских пенсионеров. Они убеждены, за такие высказывания правители должны нести ответственность. Сегодня Латвия в числе стран Европы с самым низким уровнем социальных гарантий. Поддерживает все нашу идею об отставке Винкеля. Мы ее не отменили. И мы получили ответ с кабинета министра о том, что она должна приехать в Даугавпилс и с нами встретиться. А будет ли это, мы не знаем. Сейчас решения принимаются во всех объединениях пенсионеров Латвия. И что касается Даугавпилского, то свое мнение члены организации уже высказали. Единогласно за отставку. Министры и парламентарии меняются. Но неизменными остаются преданность людей старшего поколения, отчизни, желание ей добра и процветания. Для них главный государственный праздник имеет гораздо большее значение, чем для кого-либо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова